А может быть, я на совсем не умру, уйду просто к маме своей? Нет, нужно подняться, нельзя мне лежать, ведь я – это мой Ленинград, нельзя нам сдаваться! Таня Савичева стала знаменитой на весь мир благодаря своему дневнику. Записи 11-летняя школица вела во время блокады Ленинграда, когда голод каждый месяц уносил из жизни ее близких. В дневнике 9 страниц, на 6 из которых даты смерти членов ее семьи. В итоге дневник Тани Савичевой стал одним из главных скорбных символов Великой Отечественной войны. Он был предъявлен на Нюрнбергском процессе в качестве доказательства преступлений фашизма. Девочка пережила блокаду, но так и не узнала о долгожданной победе 9 мая 1945-го. Спектакль по мотивам дневника Тани Савичевой поставили в 15-й гимназии в рамках традиционного театрального фестиваля, который в этом году посвящен 75-летию Великой Победы. Главную роль в постановке сыграла ученица 6-го класса Кира Ефимова. В монологе говорится то, что есть хочется, умирает сначала голова, руки, сердце. Эта роль давалась сложно, потому что мне не приходилось в жизни переживать такую трагедию. И нужно было прочувствовать. Я думаю, что эту тему поднимают среди молодежи для того, чтобы помнили и знали историю своей страны и о том, как советский народ боролся против фашизма. Кира оказалась права. Главная цель таких мероприятий – военно-патриотическое воспитание молодежи. По окончанию театрального фестиваля мы отберем самые яркие, самые трогательные, самые необычные, самые запоминающиеся мероприятия. И вот эти классные коллективы повезем в воинские части нашего города. Беда нашего поколения в том, что мы не читаем. Мы каждую постановку заканчиваем на самом интересном моменте и говорим, если хотите узнать, чем закончилась та или иная книга, читайте в школьной библиотеке. А вот ученики 6-й гимназии сегодня встретились с живой легендой – Виталий Бубенин, герой Советского Союза. Сегодня с ребятами он также затронул тему войны и победы. Но 50-летней давности о Даманском сражении в учебниках истории говорится вскользь. А между тем, в конце 60-х отношения с Китаем обострились настолько, что две стороны оказались на грани войны, а ее началом мог стать конфликт на острове Даманский. Бубенин – легендарный участник тех событий. Один из его танковых маневров стал спасительным и победным. Когда разговаривают, я чувствую, что они меня понимают. Самое главное – по реакции, по отношениям, по вопросам, которые умные вопросы задают. Я чувствую, понимаю, что не только то, что я несу, это востребование. Молодежь сегодняшняя, как мы воспитаем, так будем дальше жить. День Героев Отечества – важная и памятная дата. Она объединяет в себе историю воинских подвигов героев российской армии со дня ее создания и до настоящего времени. В эти дни в стране чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Так в стране готовятся к Году памяти и славы – 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Инга Кабеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.